приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала с вами вампир и я продолжаю проходить игру под названием legend of grimrock 2 и сегодня мы с вами наконец таки выберемся из кристальных шахт и давайте спустимся вниз и поспешим к выходу это чё был за звук где-то упал паук похоже но нам все равно мы идем на выход ну что могу сказать про кристальные шахты или пещеры я не помню когда правильно назывались очень сложное место я похожим туда иду да не туда где же тут выход я уже забыл а вот вот лестница очень тут много было пауков из-за этого я считаю кристальные шахты были сложные вроде бы все мы тут все с вами открыли все отгадали всех убили но все равно заново я думаю не появится также в любой другой локации и вот он выход замечательно конец таки мы выбираемся на свободу и уходим отсюда чего он не дурить и это что за прикол мыши шутка не нравится это были на хрени там еще босс которую мы с вами уже встречали вон она найдет сюда так ну куда-то тебе убью ой трюкач ты чё забыл здесь старый дурак ну иди сюда там крыса меня обходит здоровой крысы босс короче я ухожу все хрен вот эта ловушечка разработчики жестокие люди тех не дурить и дуреньки дай так я валю на тебя нафиг воспользуюсь кристаллом а я-то думал все спокойно сходим с вами к я задумал то я задумал сегодня пойти где-то место я чуть не пойму я задумал пойти на островок помните там пещера какая-то была мы в нее так и не пошли вот думал сегодня в нее пойти да вот встретили меня блин отсюда сначала сходил называется тут блин босс с которым я уже дрался еще одна такая огромная крыса твои же налево да ладно не дурить он по мне попал и я по нём он уже уйдет он сдох на крысу эту здоровую разочек ударил подлом нет убьет вот и кристалл если что рядом права не выпаду все подлый трус у юрия юри сбежал трюкач от нас но я хочу воспользоваться кристаллом перед тем как начать бой с этим боссом в принципе он несложный мы уже с вами победили если конечно он попадет то попадет он конкретно может сразу кого-нибудь выбить из колеи скажем так сразу кого-нибудь убить но но его минус он очень неповоротливый надо просто успевать уклоняться от него но а вот все кристалл есть беда в том что там мелких крыс еще много если сейчас они сюда придут они могут зажать мне в угол я не хочу уходить честно надо ух ты блин его не обманешь ни хрена его не обманешь надо ждать как когда он пойдет я тебе один раз победил и я сделаю это еще раз надеюсь мелкие крысы не пробьем не прибегут сюда хотя недалеко в должном что прийти как сказать далеко относительно только вот так и убивать в ближнем бою блин ну нафиг не пушка были нафигенные если я сейчас резко вправо пойду критический урон если резко вправо пойду он меня сразу выстрелит я не успею клониться от его выстрела сломал мне голову для умирая андрей сдохни сколько мне тебя еще бить то ай ай пошел ты нафиг хотя кристалл то не готов просто это очень опасно он может разочек выстрелить и сломает ноги и все тогда приплыли идти нельзя и вот это опасно очень надо зелье на всякий случай подготовить ладно также блин у нас не хватает четвертого самоцвета и я не знаю где находится пятый храм хорошо так задохло письмецо от него выпало от кого алё а почему все по-английски это конечно обидно вот переводчики вот тут конечно накосячили честно не понимаю что здесь написано жаль вторая такая пушка кто начал качать огнестрел конечно советую взять мощное весьма оружие так ну пойдем воспользуемся кристаллом и пойдем перебьем всех остальных мелких крыс и легко уничтожим для нас они сейчас очень легкие на данном уровне ну кристалл не дурей давай мне надо восстановить ничего ж так долго ладно пока поем о слышите тут крысы бегают вон сюда бежит падла жаба видели там вдальке жаба то есть да неважно даже если мы зачистили там любую там локацию они все равно заново спавнится это с одной стороны плохо с другой стороны хорошо ну а теперь давайте уничтожим то есть крыс пришли со своим боссом а ну еще и приперся блин трюк качественными ну где вот тут это лишний был ох в жопу крысе я попал не дурите вы меня не одолеете так кто тут еще ухо сколько много у вас появилось я рад прям это тут хорошо куда пошли дураки там закрыты видите вы неправильно надо медленно идти если хотите попасть в кристальные шахты на экскурсию ах не попал не хватает маги на да с топора надо попасть ты че дуришь плохо делал кто то там их не стрелам пользуется ой че то я сделал как-то странно развернулся криво выстрелил ой неприятно да вы нажимаем они легкие ну с него падают патроны так есть есть значит хочешь вот на мясо а вот сманы конечно все плохо но не буду делать зелья не хочу тратить отлично ну че еще есть еще и мясо отлично падлы либо они все закончились либо они все попрятались где вы есть я бы еще хотел убить вот они вот они в портал кстати возможно многие зашли вполне возможно куда-куда-куда куда 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 побежал падла стой вижу все равно так ну вроде бы все всех перебили вроде бы больше нету пойду-ка я воспользуюсь кристаллом чтобы чтобы можно установить нашему магу балдуть энергии не хватает а здесь еще и были крысы то они все сбежали в портал ну и еще куда-то неплохая такая ловушка но на данном уровне она не такая же опасная если бы допустим я сразу же пошел в кристальные шахты прям потому что такая возможность есть вам никто не запрещает вы можете сразу пойти в кристальные шахты куда вам угодно в пирамид допустим сразу вы не можете пойти вы для начала должны пойти в болото за ключом скажем так а вот в кристальные шахты вроде бы вам никто не запрещает иди если сможешь одолеть их там так а тем временем рассвет и почему я сюда иду мне не сюда надо минут в портал все да мне надо в портал а потом куда так ладно сейчас разберемся тут вроде бы никого нету тишина в принципе кстати я уже и не знаю куда нам идти то есть последнее место я думаю можно сходить и угорать и что сливать приятно когда с собой в стороне ну очень неприятно в поле на то время мара беды бежим на нафиг кристаллом используемся страны деревца прочь пошли на тварь решили мне ловушку еще одну устроить фух так вот о чем я говорил в одно место мы только можем еще сходить и все по сути нам больше некуда идти кроме замка а понятное дело замок это финишная прямая то есть конец игры уже можно сказать рядом так но для начала я схожу вот вот сюда и сейчас объясню зачем у нас у мага не хватает штанов а как я помню вот тут лежат штаны вон они видите я в тот раз заметил что штаны лежали ну как то все равно мне было на эти штаны сейчас я так подумал почему бы не собрать полный сет мага и тем более ачивку получить это всегда приятно так что я потрачу золотой ключ тут энергетическое зелье штаны самое главное зачем я сюда пришел это мне нафиг уже не нужно ачивка и что то еще кстати а у нас энергии смотрите не сказать что прям в разы больше чуть чуть больше энергии конечно видите аж броня у себя светится приятно это конечно и светящийся шар такой кстати шар по-моему был в первом гримроке и красный по-моему еще был но что я могу сказать насчет этого шара он хуже если бы вот где-то на серии 3 и 4 я бы открыл эту дверь ну мы как раз таки по-моему 4 серии сюда и прибыли то этот шар был бы идеален для мага почему в тот раз я не открыл не знаю стоило открыть однозначно а сейчас он мне не нужен нужно вот выложить тут так и теперь а кстати еще что я хотел мы же хотели разгадать секрет еще один с вами на счет левого и правого глаза тогда нам надо получается на кладбище кладбище у нас где? здесь? это топи и кладбище что это за звуки? показал что ли? так значит нет, для начала давайте убедимся нет ли тут противников потому что опять из пирамид вышел кто-нибудь на грудников и нету так значит вот он у нас левый глаз пересечение мы уже с вами узнали где-то здесь ну или вот тут тут правый глаз короче где-то вот тут либо тут либо тут надо копать нам получается ну-ка допустим тут так а лев где у меня туда вот ага метеорит да ладно вораешь что ли весит аж 6 килограммов метеорит все еще слишком горячие на ощупь а для чего он? нафига мне он нужен подождите я вспомнил сразу кузнеца вот что похоже надо положить этому кузнецу так значит мы вернемся с вами еще в шахты опять встретим пауков которые заново нибудь заспамнились но для начала зайдем вот в эту пещеру посмотрим что тут ой что делать сразу купую подготовлюсь если что ой алё 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 почему тут затопил это свою налью там вода так значит мне магии не поможет под водой ладно погнали начал все смотрим потом опять выбежим тихо тут летает хотел сказать плавает эндри уже вышли из воды кто-то плавает здесь нехорошо я так тут ничего никаких но пока нету выйдем опять подышим как я должен сходить нереально решетка о я слышу слышу хранилище подожди сохранили чем я вам сдохну тут хранилище там я слышу этих тварей подводных у меня кстати есть гарпун можно если чё их за гарпу нить они гарпу на этот ну поняли так тут как какой-то рычаг кристальный все-все я ухожу давай 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 вот это приятно конечно кристальный нагрудник получается мне полный сет вора полный сет мага полный сет метеоритной брони и полный сет кристальной брони вот это конечно очень круто я получаю достижение я перегружен зашибись тоже на гляньте придает или чуть она светится она здоровье придает причем очень много вот смотрите 289 369 в том числе и защита немного офигеть но я перегружен теперь прям конкретно перегружен ладно бомбы пока положим себе можно дать метеоритный нагрудник говно нам нужно уже также надо щит еще положить чтобы получить ачивку ухтать поспим что ли хотя плохая идея спать придет разбудит нас по-любому уже закат прям так и я возьму туда вот это оружие раз там я слышу этих тварей подробнее так хранилище закрыта это дверь тоже непонятно непонятно как открывается можно открыть только вот эту дверь но хранилище по-прежнему закрыта я опять тону хорош не то не товарищ не пом под водой явно можно бить это уже понял исправили можем драться а я хранилище открыл понял я открыл хранилище не тону чтоб ты был здоров а почему здесь не сделали какие-нибудь подъемы подышать это же дурдом какой то давай немного поспим но напомню вам спать в игре этой плохо могут быть проблемы с едой лично мною проверено это проблема сталкивался с этим не ребят я пошел что тут открыл ли а это короче найти в хранилище вот эти товарищи и подеремся здоровье достаточно вроде бы еще под водой стоять отдыхать не дергайся сейчас блин и так бы не сдохну под водой вот так будем потом их убивать я не хочу прям внедряться в их компанию потому что может плохо закончится не зажмут и тогда будет ситуация хреновая я уже день прошел просветным по моему так алё сколько вас тут еще один как минимум они это все в тупик загоню когда пройду узнаю что у вас тут еще есть воздух есть сразу скажем так обнаружен секрет о золотой ключ требуется стеклянное хранилище чуть для маха похоже очень похоже стальное хранилище ну это для воинов я вижу меч щит и бомбы что еще лежит золотое хранилище посох какой-то тоже скорее все для мага я в пролете приготовился было уже взломать одно из хранилищ как ключ как ключ выскользнул из моих рук ни за что больше не полезу зараженные воды зарктонов и тут эти твари называются зарктоны короче какой-то нами помню явно он хотел какой-то персонаж здесь был хотел открыть одну из этих дверей но выронил ключ где-то здесь письмецово нафиг и что то есть но это не ключ явно кольцо подвеска 2 килограмм весит многовато для кольца золотое кольцо прикреплены к простой кожаной ленте кажется будто она имеет неестественно большой вес на наружной кромке кольца мастерски выгравлена еле видимая надпись на каком-то неизвестном языке нося его можно услышать зловещие голоса искушающие тебя властью не уверен конечно начать смахивает это на отсылку к властелин колец очень смахивает ну-ка что-нибудь она придает вообще уровень поглядите она новую она больше уровень делает один посмотрите у него 13 одевают 14 по сути как я понимаю больше ничего да но прикольное кольцо видимо действительно это отсылка может быть и нет но похоже по крайней мере и цветочное хранилище не нужны и не знаю что тут можно открыть два ключа мне есть ну щит похоже на обычный я думаю так самый лучший щит в игре меч тоже там какой-то никудышный посох мне нафиг не нужен этот вот это можно еще открыть на это допустим ладно потратим ключ зелья ловкости зеркало душ это получается второй такой амулет который набирает на 25 25 процентов больше опыта ну и большое энергетическое зелье честно скажу не стоило мне кажется тратить золотой ключ на это но ну ладно просто мне кажется уже и некуда тратить его ну-ка вот где он обронил золотой ключ получается так а теперь над подъем найти срочно тихо дури где-то товарищ плавает ох не знаю ну не два ключа чем-нибудь валяться без дела давайте вот еще вот этот откроем там все-таки мешок может быть в нем полезные есть тут накидка шамана которую мы уже находили честно время нравится мне это накидка но тут есть какой-то браслет скорость выполнения энергии плюс 20 процентов но мы жертвуем тем что на 20 процентов он будет быстрее жрать хотеть это конечно проблема так что не знаю стоит ли надевать этот амулет нужно пять раз подумать принципе неплохо травы достаточно тут далее и получается все тут делать нечего всеми этими амулетами еще надо подумать какой девать какой не одевать я хочу убить вот это товарищи я смотреть если тут еще кнопки какие-нибудь секретный товарищ где не буду ты лежу что-то не туда подыши ты уже сдолбал все нормально все окна был свет включить ну давайте вернемся ничего не вижу он товарищ струсил и сбежал вроде бы чего тут и нет вот такое вот хранилище и сюда я хочу убить тебя не опыт нужен хочешь тебе там 75 что ли 90 падает о со здоровьем ты мне плохо не товарищ извини подышу на воздух не надо подышать срочно не обратил на это внимание давайте поспим ладно достаточно ты меня тут уже ждал да сейчас тебя убью 75 мало конечно но все равно приехал хоть что-то вот такое вот хранилище получается на данном уровне она для меня какой-то казалось бесполезное сюда надо было однозначно приходить раньше тогда бы я прям рад был бы этому месту и так использую себе кристаллом кстати там бомба оставил твою налево а кому давать я не знаю буду пригружен надо отнести к замку скинуть их там сейчас мы с вами еще сходим кристальные шахты но в следующей серии я думаю отправимся зачем сюда 5 2 ленту и налево они же входа храната это я сегодня внимательно что ли не никто не перегружен так что следующий серии пойдем мы в замок но я до сих пор думаю как попасть 5 храм где найти 4 4 самоцвет я не знаю в этом и беда были надежда он есть но над этим еще подумаем сейчас тогда идем к замку а потом кристальные шахты кстати вот задняя дверь я не понимаю как ее тоже открыть она же неспроста наверно тоже непонятно как ее открыть стран никого нет у них у нас не встречает так чтобы скинуть давайте ачивку получим щит ухты придает ну ладно щит конечно паскаться бы не буду похоже придает ну поняли огонь у меня действовать совершенно не будет так это положим сюда потом я буду решать что одевать что здесь оставить сейчас покажешь сюда положим то же тоже тоже кольцо извини здесь полежишь лук тоже все погнали кристальные шахты как нам а это опять нам сейчас возвращаться в портал и проверим прав я или нет вообще этот метеорит не кузнецу надо отнести но пока это логично больше я не знаю для чего этот нужен метеорит так топи вот тут никого нету прям мертвая тишина но блин вот уверен на сто процентов что шахте будут пауки вновь возможно моллюски опять будут сосальщицы вполне так как бы нам по-быстрому спуститься вниз по веревке можно но я не туда пошел и налево хотел сказать как ни странно пауков не тут хрен там вот вам паук кстати где-то посеял две стрелы эх ну и ладно хрен с ним так попробуем спуститься здесь что больной что ли я же на веревке спускался как-то свалился там еще пауки кстати прав появились как я и сказал ну хоть у нас и хорошая броня как видите все равно этим количеством огромным они меня задают подождите мне кажется или звук стал куда тише да ладно играем а и куда еду мне надо туда прямо он паук еще два паука алёва чё чересчур как-то наговато куда падла иди сюда мне опыт нужен с тебя куда в портал пошел не явно звук тише стал почему-то может это мне кажется надеюсь на видео там будете в порядке новый уровень получает у нас маг что ему качать и даже не знаю на магию воздуха будем дальше качать по моему кстати теперь можем делать ну очень хорошая способность но как ни крути огненный шар куда мощнее и так ну что пробуем да получилось ух ты даже ачивку дали метеоритный молот звучит устрашающе прям так тяжелое двухручное оружие период ожидания 4 и 5 на вершине этого молота сделано из настоящего куска метеорита написанного стойкой магии от метеорита до сих пор исходит тепло ух ты блин у него есть особая атака метеоритный дождь это получается точно ай я идти же не могу что он может это получается у него такая атака у молота есть как махат может вот таком теоритный дождь делать так он да блин это круто это очень даже прикольное оружие молот сейчас еще по урону сравним Виндри умирай давай на легкую живучую взял не всех отравил сейчас упадем кристаллом воспользуемся ох ты е-мое тебя тут не хватало тут отлично так и теперь посмотрим у нас вот аппарат 27 27 до 82 по урону чуть-чуть уступает молот но у него точность плюс 20 это раз период ожидания намного меньше это два у него очень офигенная особая атака у нас по моему невозможно ее использовать не знаю почему там не хватает сейчас узнаем а надо критический урон прокачать чтобы использовать ну очень спорный момент честно говоря что лучше топор или вот этот молот трудно сказать ну попробуем походить с молотом возможно будем сразу вот эти два оружия носить то есть допустим здесь такое приключим здесь будет топор потому что вот этот молот меня очень даже впечатлил ну что тогда выбираемся из шахты и я опять не туда иду да твой налево и туда по вам правда и все я думаю давайте закончим на этом серии о паук иди сюда дай-ка я тебе попробую там далеко за нового уровня кстати не далеко я бы хотел конечно в этом два паука я бы хотел прокачать ему точность попробуем сколько урона нанесли чуть не понял 161 да слушайте оружие хорошее очень хорошее я думаю даже получше будет топора маха всегда жрать хочет иди сюда 72 79 но мне нравится что они период ожидания очень маленький вот это мне нравится о еще паук иди сюда опыт это всегда хорошо ухо наш офигел убегает бедный эх промазал ухо сразу все есть хотят что мне насчет еды а сейчас покормим у нас еда есть вот надо это съесть как-то язык это он тяжелый падла так ладно вот тут я думаю я закончу эту серию начнем мы с вами следующую серию у входа в замок а пока надеюсь вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и всем удачи всем пока 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 пока